Друзья, сегодня вашему вниманию я бы хотел представить долгожданное цевьё на нарезной карабин Сайга либо автомат Калашников от компании Custom Guns. Цевьё идёт сразу в комплекте с накладкой на газовую трубку. То есть для установки нужно сначала открутить 4 винта торцевым ключом, шестигранником, снять накладку, затем снять штатное, либо то цевьё, которое у вас было установлено. Если вы вдруг забыли или не знаете, как его снимать, напоминаю, что сначала снимается крышка, дальше вынимается пружина, поршень и, соответственно, газовая трубка штатная. Вынимается цевьё. Всё, ваше оружие готово к тому, чтобы при помощи нескольких шестигранников на него установить цевьё от компании Custom Guns. Как я уже говорил, первым делом снимаю газовую трубку. Трубка крепится на четырёх винтах, поэтому много времени это не занимает. Болты длинные, поэтому, собственно говоря, приходится проверять, выкрутились они или нет. Так, сняли. Конструкция цевья позволяет устанавливать его, не срезая, не выбивая оковку. Открутив четыре болта здесь, я снял газовую трубку с накладкой. Дальше обращаю ваше внимание, что это цевьё, оно универсальное. И если в вашем карабине, как и в моём, газовая камера и крепление мушки не даёт ему встать, то, скорее всего, вам поможет откручивание ещё четырёх болтов и снятие вот этой вот защитной заглушки. То есть, я её сниму сейчас и снова поставлю. Винты короткие, поэтому никаких сложностей с откручиванием не возникнет. Убираю винт, снимаю заглушку и меряю цевьё. Один край цевья уходит под ствольную коробку. И сейчас вот сюда, обратно, я поставлю газовую трубку. Итак, газовая трубка. Для её установки поднимаю наверх рычажок, вставляю одну часть, опускаю и начинаю закручивать. В дальнейшем эти винты можно посадить на фиксатор резьбы, лактайт, либо время от времени проверять, подкручивать. Я думаю, что они и сами отлично затянутся и закоксуются. Собственно говоря, всё. Цевьё установлено. Цевьё свободно вывешенное. Больше нигде оно не касается ствола. Точнее, оно нигде не касается ствола. Только оно крепится к ствольной коробке. И газовая трубка. На эту газовую трубку при необходимости, либо при отсутствии ласточкиного хвоста, можно ставить оптику, либо какое-то навесное оборудование. Сбоку и снизу крепление для кронштейнов. Сюда можно ставить рукоятки, целеуказатели лазерные, фонари. Ну и собственно на всё, чего хватит фантазии. Итак, для установки мне понадобилось два шестигранника. И в общем даже не понадобился ни молоток, ни зубила, ни напильник. Цевьё, как вы можете видеть, достаточно длинное. Подходит практически к самой мушке. Поэтому удержание, опять же, это зависит от ваших предпочтений, от длины рук. Кто-то держит так, кто-то держит так, кто-то ставит рукоятку. Но на самом деле, вот это вот цевьё и его длина позволят, ну, наверное, максимально далеко и вытянуть руку. То есть даже можно знаменитый хват Криса Косты попробовать. Я не загнул флажок. Цевьё удобно держать как спортивным хватом, так и любыми другими хватами. Новое цевьё для нарезных карабинов от компании Custom Guns. Здесь даже написано CGNL Custom Guns Next Level. Ссылки на это цевьё под видео. Заходите, выбирайте, пишите, либо звоните нашим менеджерам. Они помогут подобрать цевьё именно под ваше оружие. Если что-то непонятно, как его устанавливать, пишите в комментариях. Будем также отвечать и помогать вам. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok